Проанализировав результаты своей деятельности за прошлый год, руководство нашего предприятия решило провести рекламную кампанию. В рамках маркетинговой стратегии мы планировали производить наш популярный продукт – крем для рук в пластиковой тубе меньшего объема. Пластиковые тубы – вид фармацевтической упаковки, которая используется для дозированной фасовки кремов и мазей. После герметичной запайки является надежным контейнером для хранения и использования косметической и лекарственной продукции. Мы на протяжении 20 лет занимаемся изготовлением медицинских препаратов и входим в состав крупного производственного объединения в Свердловской области. Начать производить крем в новой тубе планировалось через 5 месяцев, чтобы, главным образом, в самые короткие сроки провести рекламную кампанию. Мне, как ведущему технологу подготовки производства, поручили найти оборудование, которое обеспечит выпуск пластиковых туб необходимого объема с возможностью увеличения производительности машины. Основными критериями поиска были автоматизированное дозирование крема, при которой происходит дозирование пластичной консистенции в индивидуальную упаковку. Габаритные размеры оборудования не должны превышать 4 метра 3. Машину планировалось разместить в цехе сборки, где сейчас установлено постоянное стационарное оборудование, которое работает с полной производительностью. Если мазь станет популярной у покупателей, мы хотели организовать отдельный участок для оборудования и увеличить количество производимых туб с нашим продуктом. Важным условием было, по сути, обеспечение производительности не менее 120 туб в час, с возможностью последующего ее увеличения. Для выпуска мази планировалось использовать пластиковые тубы объемом 50 мул и диаметром 40 мм. Как технолог я понимаю, что на всех этапах производства важно соблюдать требования, предъявляемые к лекарственным средствам, уровень влажности, параметры твердости и тягучести крема. К вопросу выбора автомата для наполнения туб я подошел со всей серьезностью. Решение непростой задачи я начал с самого популярного способа – поиск в интернете. По рекомендации коллег первым делом я обратился к европейским производителям. Самостоятельно я выбрал два компании, одна находится в Италии, другая – в Нидерландах. Отправив заявку им на электронную почту, через три дня я получил ответ от итальянской компании, которая сообщила, что не сможет поставить оборудование в связи с приостановкой его производства. Компания из Нидерландов написала в электронном письме, что не работает со странами СНГ. Первый шаг оказался для меня не очень удачным. Я понимал, что нет безвыходных положений и продолжил поиск решения задачи. Аналогичное оборудование для наполнения туб я нашел у трех китайских производителей. Связался с ними по телефону. Менеджеры выбранных мной компанией не ответили мне, сможет ли их машина наполнять тубы и запаивать их с производительностью 120 туб-час. Совместимы ли пластиковые тубы с элементами оборудования? Когда можно получить готовую машину? На все эти вопросы я слышал фразу «Мы все сделаем». Одна компания начала со мной разговаривать на китайском языке и я закончил беседу. В итоге я сделал вывод, что самостоятельно выбрать оборудование для наполнения туб у меня не получится и решил обратиться к специалисту. Мне нужен был профессионал, который, в принципе даст полную информацию о машине, ее возможностях, протестирует на оборудовании тубу с нашим кремом, расскажет об условиях поставки. Китайских посредников изначально решено было по сути не рассматривать. Так как часто производители из Китая имеют своих прямых представителей. Я не хотел проходить этот этап заново и решил обратиться за помощью к российским посредникам. Выбор специалиста я производил, основываясь на следующих критериях, длительный период работы на рынке продажи фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов, доступность информации на сайте компании, удобные условия поставки машины. По этим параметрам мною было по сути выбрано 4 компании. Отправив всем запрос по электронной почте от двух компаний я так и не получил ответа. Одна фирма из Самары предупредила, что у них нет своего специалиста по наладке и всю процедуру по установке оборудования, необходимо будет производить самостоятельно. Этот вариант меня не устроил. Только один менеджер компании из Москвы смог быстро дать мне грамотные и конструктивные ответы на мои вопросы. Мне также понравился деловой подход этого специалиста. Менеджер данной фирмы обращался вежливо, задавал много уточняющих вопросов по характеристике крема, требуемой мощности оборудования, какие возможные типы дозировки необходимы. После предварительной консультации по телефону, специалист предложил автоматическую машину для наполнения и запайки пластиковых туб, габаритные размерами которой составляли 3,5 метра 3 при желаемых 4 метра 3, с различными типами дозировки от 3 до 30 мул, от 6 до 60 мул и другие варианты. Я согласован этот вариант с руководством нашей компании и мы заключили договор на поставку автомата для наполнения и запайки пластиковых туб. Весь период изготовления я получал на электронную почту отчет о готовности моего заказа. Машина была, по сути, доставлена в указанный по договору срок. Мы в течение двух недель после получения оборудования смогли его установить, произвести наладку и обучение работника. Рабочая зона машины была, по сути, защищена пластиковыми щитами для исключения факторов внешнего воздействия. Оборудование сделано из нержавеющей стали. Пластиковые стаканы перед дозированием находились в металлическом лотке для фиксации. Крем загружают в специальную воронку. Тубы устанавливаются в специальные приспособления на металлическом столе. Затем пластиковые стаканы прижимаются и происходит процесс дозирования крема. Я остался доволен поставленным оборудованием для дозирования пластиковых туб. Возможно, я не получил бы такого отличного результата в такие короткие сроки, в общем, если бы прошел путь по подбору оборудования самостоятельно. Опыт показал, что решение обратиться за помощью к профессионалу было по сути правильным. Лучше уделить время своим занятиям и основному роду деятельности, чем пытаться решить нехарактерную задачу самостоятельно, чтобы, главным образом, полностью не провалить задание.